Восемь лет многодетная мама Роксолана Скаева экономила на всём, чтобы накопить на собственное жильё. Но в сентябре этого года её новый домик сгорел дотла. От заветной мечты остались лишь руины. Ковёр, холодильник, телевизор, вся мебель и одежда превратились в прах. Вообще это было лично для меня очень тяжело и длительно, потому что каждая вещь в этот дом покупалась и собиралась на неё годами. Допустим, вот холодильник. Я, чтобы собрать на холодильник, почти два года работала и откладывала. То же самое касается и стиралки, и любой бытовой техники. Но холодильник был самый тяжёлый для меня, потому что он стоит дорого. За помощью многодетная мать обратилась в фонд «Территория милосердия». Там не раз поддерживали Роксолану и её детей в трудные времена. Помогали всем от продуктов-дров. Не остались в стороне и в этот раз. Сразу по её просьбе, сразу выехали к ней домой. Мы с собой взяли продукты и решили посмотреть, что произошло, проверить всё, посмотреть и понять, чем мы можем помочь. Но сил карачаевского филиала оказалось недостаточно. Дом не восстановить. От него ничего не осталось, кроме одного окна и дверного проёма. В итоге фонд решил попросить помощь у коллег, входящих в Республиканскую ассоциацию благотворительных организаций, во благо. Там за короткие сроки открыли сбор. И тут случилось. Настоящее новогоднее чудо. Анонимное пополнение счёта на несколько миллионов в корне поменяло ситуацию. А жертвователю известно лишь то, что зовут его Максим Евгеньевич. Карачаево-Черкесии он не имеет никакого отношения. Но узнав о сборе из интернета, не смог остаться равнодушным. Хотелось бы, конечно, чтобы этот человек, который внёс ощутимую долю нашего сбора, хотелось бы, чтобы он сегодня присутствовал, но он не из нашего региона. Если мы данной семье, до этого, предыдущей семье, мы покупали через неравнодушных людей, именно жителей Карачаева-Черкесии, то данную сумму нам дал человек из Москвы. Мы знаем только, что он Максим Евгеньевич. А фамилию не знаем, ни должности не знаем. Он дальше остался быть неравнодушным. Что Максим Евгеньевич тоже по его переводу узнали. А так мы не знаем, кто он. Вклад Максима Евгеньевича в общую копилку оказался столь весом, что в ассоциации решили, на приобретение квартиры они не остановятся. Мы решили, что полностью обставим всю двухкомнатную квартиру, начиная с моющих средств, заканчивая продуктами питания. То есть, приобретая технику, мы не остановились на этом. Мы еще и заполнили этот холодильник, и заполнили полностью шкафы ее детскими вещами, необходимыми для зимней одежды, и продуктами питания в шкафах на кухне. Квартиру выбирала сама Роксалана. Все остальное для нее стало сюрпризом. Пока многодетная мать думала, что идет оформление документов, квартира с черновой отделкой на глотах приобретала не только уют, но и все необходимое для переезда семьи. И вот, заветный день, которого ждала не только наша героиня, но и вся команда добровольцев, оставивших на время свои дела, чтобы Новый год для семьи Скаевых стал действительно сказочным. Я даже не могу сейчас понять, что у меня, собственно, дом есть, собственно, квартира. Вот. Я очень счастлива. Я очень счастлива. Это настоящий подарок судьбы, я считаю. Неравнодушные люди, внеся каждый свой вклад, пожертвовав деньгами, ресурсами или собственным временем, подарили семье Скаевых не просто квартиру, а уверенность в завтрашнем дне. Спокойный сон и счастливое детство малышам. Камень с души упал не только у Роксаланы, но и у ее мамы Галины, у которой до этого дня и жили погорельцы. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Но наблюдать за терзаниями дочери ей было нелегко. Конечно, думали, может, помогут хотя бы снестись тем, чтобы мы потом по крупицам как бы пытались бы построить, ну, хоть какое-то жилье на том месте. Вот. Но и о том, что вот такая вот новость, это было совершенно неожиданно. Это просто неожиданный такой вот момент. Впрочем, делать новогоднее чудо для Ассоциации во благо уже добрая традиция. Во время пандемии они объединили все фонды КЧР и координировали их работу. Буквально в декабре прошлого года подарили новый дом семье Качиевых. К своей роли благотворителей они относятся со всей ответственностью. Стала доброй традицией уже покупка дома, либо квартиры, либо улучшение жилищных условий для очень нуждающихся семей в Карачаево-Черкесской республике. К слову, развитие волонтерского движения в нашей республике сейчас выходит на новый уровень. Жители Карачаево-Черкесии не делят проблемы на свои и чужие и готовы безвозмездно помогать каждому, кто нуждается в помощи, от чистого сердца. Хаджубай Рамуков, Саид Исмаилов, РХС-24.